МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! В этом видео показываю вам отель Jazz Belvedere 5 звезд. Так что, ребят, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе самой объективной информации, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. Погнали! Итак, ребят, первое, что нас встречает, это холл отеля. Справа у нас ресепшн, там, где туристы регистрируют свое проживание. Время заселения 14.00, время выселения 12.00. Слева у нас мамнук бар. Что это означает? Я так понимаю, это лобби-бар. Давайте посмотрим, что это, как оно выглядит. Ага, я думаю, это лобби-бар. Смотрите, как стильно и красиво. Мне нравится. Спокойная атмосфера. Температурный режим. Как бы вам сказать, хороший температурный режим в плане того, что здесь не жарко, не холодно. То есть, отлично сбалансированная температура. Дальше, давайте посмотрим, что у нас тут. Дальше у нас тут открывается, не открывается, а двери на террасу. Что у нас террасы видно? Итак, вот наша терраса сразу за полом отеля. Мне очень нравится в том, что здесь не очень такая длинная территория. То есть, смотрите, вот у нас бассейн идет. За бассейном у нас сразу начинается пляж. Справа у нас понтон. Значит, заход в море с берега у нас есть. Он песчаный, но не полноценный. Смотрите, ребят, обязательно рекомендую специальную обувь, если вы хотите зайти в море с пляжа. Потому что в море там остатки каких-то мертвых кораллов. Там кое-где, даже кое-где живые кораллы. Плюс всякая мелочь, которая может быть неприятная и небезопасная. Поэтому заход из берега обязательно спецобуви. Моя рекомендация. А дальше делайте как хотите. Территория. Сразу по территории давайте вам расскажу, что я вижу. Вижу всю территорию, которую можно увидеть с этого места. И она меня радует. Потому что все аккуратное, все ухоженное, все в хорошем виде. В египетском виде, ребят. По мебели, смотрите. Даже мебель, в принципе, она в бежевом цвете. Но она чистая, нету никаких затертостей, нету никаких черных или каких-то еще пятен. И ну просто она в хорошем состоянии, ребят. Пойдемте немножко пройдемся по террасе. Значит, бассейн. Бассейн с одной стороны защищен корпусом, а вот со второй стороны защиты особой нет. Ветерок. Ветерок на террасе я чувствую. Небольшой ветерок. Порыва сильного ветра нет. Видимо, скорее всего, здесь будет вполне нормально отдыхать зимой. Это не самое теплое место, но я думаю, все-таки здесь будет более теплее, чем в других отелях, к примеру, которые в Напке находятся. Пойдемте пройдемся немножко по территории. Вот наши корпуса. Здание в отличном состоянии, все ухожено. Ничего не обваливается, ничего не трескается. Ну, по крайней мере, с этого расстояния, откуда я смотрю. Идем дальше по территории. Значит, кстати, пару слов по шезлонгам. Смотрите, шезлонги у нас металлические. Мягких матрасов я не вижу. И продолжаем наш поход по территории отеля. Смотрите, какие красивые здесь цветочки. Да не только цветочки, в принципе, все ухожено. Газончики зеленые, очень зеленые, ребят. Кстати, это реально вот как бы из всех тех отелей, которые я видел, не считая Риксос, наверное, самые лучшие газоны. По территории полно пальм, кактусов и других различных зеленых деревьев, цветов. В общем, все мне нравится, ребят. Пойдемте посмотрим номер. Так, ребят, показываю вам санузел в номере Суперво. Туалет. Нормальный фен. Косметика. Идеально чистый умывальник. И душ. Все тоже идеально чисто. Извините. Так, и сам номер. У нас большая кровать на двоих взрослых. Есть такая сапа. Вид из номера. Давайте посмотрим, какой у нас вид. Значит, вид из номера у нас на территорию отеля. Просторный балкон. Пара металлических стулов и столик. И вид, смотрите, территория. И дальше мы видим само море. Так, ребят, показал я вам номер категории Супериор. Это минимальная категория в данном отеле. И сейчас мы идем, чтобы посмотреть номер категории Фэмили. И пока мы идем, хочу поделиться с вами очень важным нюансом по данному отелю. А именно то, что за территорией отеля практически нет инфраструктуры. За исключением двух отелей. Поэтому, если вы захотите где-то прогуляться, то вам придется обязательно ехать только на такси, чтобы получить инфраструктуру. Итак, сейчас вы видите номер категории Фэмили. Значит, он всего лишь на пару квадратных метров больше от Супериора. И, условно говоря, состоит из двух комнат. В первой комнате это большая кровать для двоих взрослых. И вторая комната, которая отгорожена обычной шторкой, это даже не раздвижная дверь, находятся две небольшие софы для детей. Либо для еще двоих взрослых, если едет компания из четырех взрослых. Конечно, для двух взрослых эти спальные места будут совсем впритык. Но, с другой стороны, такие здесь Фэмили Румы. В целом, состояние номера, можно сказать, на отличном уровне, потому что все чистое, аккуратное, в ухоженном состоянии, не затасканное. Вид из номера тоже на красивую зеленую территорию. То есть, мне лично это все нравится. Но, скорее всего, есть номера, где вид будет на пустыню. Так, ребят, значит, получили информацию от отельера, что глубина спонтона составляет около 7 метров. Давайте пойдем разберемся, сколько же глубина спонтона в отеле Джаз Бальведер. Ну и пока идем, ребят, на пляж отеля. Показываю вам остальную территорию. Ну и ее состояние, этой территории. Ну а по состоянию территории, лично у меня вопросов вообще никаких нет. Потому что везде, где я прошелся, то, что я увидел, все целое, ухоженное, зеленое. Ничего не разваливается, не отваливается. В общем, отличная, красивая, ухоженная территория. Вот он пляж, ребята. Смотрите, шезлонги здесь абсолютно... Ну, не абсолютно, но в новом состоянии такие. Но матрасов мягеньких я не вижу. Понтон. Самый спорный вопрос здесь по понтону, ребята. Давайте сейчас спросим у туристов, которые плавали с понтона. Добрый день. Можно вас спросить, вы плавали там с понтона? Да. А глубина большая? Ну, где-то метра три. Три метра, да, там? Ну, вот чисто мы спускаемся с понтона и там вот где-то, ну, то есть ногами мы не достаем. Ну, небольшая. И там осторожно, там кораллы, потому что я порезала. Ага. Там буквально к буйкам... Буйки, если через них переплыть, там вот там... И да, там кораллы, я порезалась, было не очень приятно. Я понял. Но прямо с понтона там ничего нет. Вот буйками все, что огоряжено, там можно плавать. Угу. Из понтона три метра. Хорошо. Как отель вообще? Хорошо. Что нравится, что не нравится? Вы снимаете? Да. Все классно, все супер. И отель нам нравится, и да, нам нравится. Может, минуса есть какие-то? Минуса... Пока мы еще не заметили. Мы, наверное, очень мало еще здесь. А сколько вы? Второй день. Такой полноценный поезд. Да, на второй, обычно первый день оно все уже ясно. В Египте. Нет, а так все нормально. Номера немножко... Они хорошие, но видно, что они уже поездочные. Ну, это Египет. Типичный Египет. Ну да, а так все отлично, все классно, все хорошо. Спасибо большое. И вам хорошо. Так, вот нам, ребят, туристы помогли, разобрались мы с глубиной. Значит, с понтона у нас, ну, где-то до трех метров глубина, то есть мы на недостаем. Значит, показываю. Видите, вот буйки. Вот там можно плавать. Значит, что-то там имеется, видимо, из кораллов. Если кто-то здесь отдыхал, напишите, пожалуйста, это все в комментариях. Здесь, в берега, вы можете зайти где-то по пояс. Ребят, хоть тут и песчаный заход, песчаногалечный, обязательно заходим в специальные обуви. Девушка вам показала, порезала ножку. Ребят, хотите отдыхать? И чтобы у вас не было проблем, хоть имеем песчаный заход, лучше иметь специальную обувь. Ну, пляжное покрытие, ребят, стандартное. Мелко-песчаногалечное. Вот оно. Надеюсь, вам все видно. И понтон. Длина здесь небольшая. Можно, конечно, спускаться, все с понтона поплавать. Если будет красный флаг, естественно, вас на понтон не пустят. И сам пляж достаточно просторный. Тут тесно не будет. В принципе, я вам показал уже пляж, показал территорию, показал вам море, понтон, заход, все вам показал, что увидел своими глазами. Кстати, бар на пляже. Сейчас вам тоже покажу. Вот наш бар на пляже. Можете попить алкогольных, безалкогольных напитков. При выходе из пляжа имеем вот такую моечку для ног. Ну что, ребят, давайте я расскажу вам свое мнение по отелю Джаз Бульведер. Ребят, отличный египетский отель. Качественный египетский отель. Идеальная, красивая территория. Очень ухоженная, очень зеленая. И, собственно говоря, мне очень все это понравилось, ребят. Приятная атмосфера. Хороший пляж. Говорят, хорошее питание. Ребят, если что, пишите в комментариях под этим видео, что вам понравилось, что вам не понравилось. Ну и касательно питания. Когда вы здесь отдыхали? Давайте скажу, когда здесь хорошо отдыхать. Отдыхать здесь хорошо летом. Отдыхать здесь хорошо весной. Отдыхать здесь хорошо осенью. Зимой. Зимой может быть ветерок. Поэтому, ребят, ну вообще, зимой в Египте нужно быть очень аккуратно. Самые теплые места рассказываю в отдельном видео. Тут не будем его засорять. В общем, вы в комментариях обязательно напишите ваш отзыв, когда вы отдыхали в отеле Jazz B'Alevedere. Что вам понравилось, что вам не понравилось. Когда вы отдыхали зимой, осенью, весной или летом. Какая была погода. Чувствовалась ли ветренность. И как вам здесь понравился отдых. Кстати, да, за территорией отеля, сразу говорю, инфраструктуры нету, нужно ехать. Поэтому, тот, кто любит выйти погулять за территорию, ну не очень. Это подходящий вариант. На этом все, друзья. Вдруг есть вопросы? Пишите в комментариях под этим видео. Буду стараться вам все подсказать. Подписывайтесь на мой канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале. Чтобы быть в курсе самой объективной информации. И тогда ваши все путешествия будут только с положительными впечатлениями. До новых встреч, друзья. Пока-пока.